Здравствуйте! Здравствуйте! Христос Воскресе! Слава Христу! Воистину Воскресе! Воистину Воскресе! А что это, кто Вас так раздел-то? Да я как бы это всегда так хожу, подумаю. Оденьтесь, пожалуйста. Хорошо. Ну просто Василий Блаженный, он ведь тоже ходил голый по Москве. То есть спокойно засчитается разъедом, да? Вы видите в чем дело? Я сейчас скажу вам. У нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Нет, конечно. Ну ведь представьте, перед людьми незнакомые там будут считать женщины, дети. Они что подумать? Я для Вашей пользы это сказал. Так что не примите это в осуждение. Нет, нет. Вы можете дома ходить. Мы действительно еродивые. Нас что спрашивать? Ну мы на людей выходим. Я слушаю Вас. Так скажите сразу, почему у Вас такое там ни имя, ни фамилия есть? Назовитесь хотя бы. Царь-царей. Кто царь-царей? Король королей, да. Я просто написал. Вообще я Яков Мамаренко. У меня есть твой канал на ютубе. Я тоже. А где живете? Живу в город Новокузнец. Да это рядом совсем. Да, вот и я тоже. У меня много знакомых. Ну ладно, хорошо. А то я думаю, как так? Царь-царей. Там король королей это уже. Мы знаем, царь-царей, Господь господствующий, только Христос. Неужели на меня Христос вышел? Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Нет, ну а я как и помазанник. Хе-хе-хе. Нет, вы уж поставьте имя, фамилию по-христиански. Апостолы всегда подписывались своими именами и патриарх Тихон. И за это его по-своему уважал даже Дзержинский. А у меня даже и канал на Ютубе под моим именем и фамилией. Ну ладно, все. Я просто сказал, я не спорю. Я вас слушаю, пожалуйста. Ну вот я просто ищу истинных христиан, единомышленников. Сейчас вот в РПЦМП хожу, в общину заходил. Тут люди прям это, прикрываются верою и вот те же свои самолеты. Не хотят самоуничижения, самоуторения. И вот я просто ищу истинных христианам, чем можно было. Так, подождите минутку. Вы, наверное, далеко от микрофона. Речь ваша прерывается. Чуть поближе, вот так, говорите. Говорю, ищу истинных христианам. Вот респект, что вот на Голгоку готов уйти, а не все покомфортно устроиться хочется. А то сейчас кругом вот такие лицемеры собрались. Ну, а вы по каким параметрам ищите? Параметры у меня, ну вот, кто в ошибке, а кто нет, это 10 заповедей, 7 смертных тростей. Вот он ориентиры, кто прав, а кто нет. А как вы это можете узнать, встречаясь первый раз с человеком? Допустим, со мной. Ну, как бы, все равно эмоциональный посыл виден у человека, как он разговаривает. Сердце, сердце весь подает, все равно. Но закоммуфлироваться так не получится, что прям так вестите в лицо что-то. Извините, я просто хочу сказать вам, чтобы вы поняли, вот когда что-то говорит человек или пишет, тогда у нас желание не его узнать, его узнать нельзя. И надо жить, как я отношусь к родителям, как я исполняю вторую заповедь, третью, воскресный день, там, субботний. Это не узнаешь, надо жить рядом. А вот говорю я правильно или нет, вы можете узнать. Вот у меня четыре параметра. Это что об этом говорит Святая Библия с неканоническими книгами. Что об этом говорят святые отцы, это 300 томов. Что говорит книга правил, 719 правил. И что говорят жития святых, 1173 жития. Вот четыре параметра. Узнать, что я сказал, правильно или неправильно. Вот по этим параметрам я взял по 60 вопросов, которые задавали митрополиту Кириллу, когда он был еще митрополит. Такие же 60 вопросов патриарха Алексея, старообрященского митрополита Адриана, Козлова, там, этого, Юрасова, все ответили в среднем 6 ответов правильных. 6 ответов. Не стеснились, 6 только правильно? Да. Я не выдумываю, а я беру, какой вопрос, как он ответил. А дальше я говорю, а Библия говорит вот так. А святые отцы говорят вот так. То есть по четырем параметрам, чтобы ответить, я 50 лет у ног Христа просидел. Я разбираю вот это и показываю. И ни один рот даже не раскроет. Вот то, что я отвечаю, взяли на исследование, там обиделись в Почаево, Сергею Лавру, там Дворкину отдали этому безумно слепому человеку, присланному из Америки. Все исследовали. Новокузнецкая там епархия, Кемеровская, и ни один рта не раскрыл в ответ. Они остановились. У кого правда, тот не менее. Я тоже всегда ориентируюсь. От святых отцов всегда проверяю ответы отечественным учением. Особенно с ранними, до раскола, которые произошли. Ну так, что конкретно так? Вы меня знать не можете. А по книгам, у меня 38 книг вышло. И роликов 5800 наших. Меня ловить голыми руками можно. Но, ничего не получается. Ну вот, мне кажется, что вы прям, если, допустим, увидите мои ролики на ютубе, то вы прям меня тоже осуществите. Хотя я-то с чистой совестью во славу Господа все это делал. Что там бывает, я тоже без майки хожу. Но я-то без задней мысли вообще, что там… А то, что, допустим, девушка какая-то на меня посмотрит и подумает, что там… «Ой, ничего себе, он раздетый». Ну, это силы ее уже развраты. Я-то без саплазновик подходил к вопросу. Да. Я просто ответил, как узнать. Человеку узнать надо пожить рядом, говорит, путь соли съесть. А узнать, говорит ли он правильно, вы возьмите мою любую книгу и посмотрите ее по четырем параметрам. И поэтому, когда я говорю, меня если они вызовут на суд церковный, я буду отвечать во свете Библии. В моей книге написано без пригляда на кого-либо. Так говорит Господь в пророческом духе. А знаете… Я никому не угождаю никогда. Зачем? Когда я перед Богом пристану на суд Божий, что я отвечу ему? Да мне 77 лет. Мне ли лукавить? Ну, а мне 27 лет. Я тоже уже прям это… Перед тем-то лестить людям и угождать мне уже прям просто… Господь осудил это. Он говорит, славу друг от друга ищите, а славу от единого Бога не ищите. А Павел говорит, если бы я угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Это несовместимые дела, такие как храм Божий и торговля, они несовместимые. Истинно так. Богу и мамоне служить невозможно, Христос говорит. Это вы правы. Вот у нас в церкви нету ни тарелки, ни продажи. У нас вообще денег нету. Говорят, нельзя это, можно. И сейчас мне один пишет в Красноярском крае. Там какой-то храм, они там как-то решили восполнять. Положили свечки, кому надо, бесплатно ставят. Крещение бесплатно. И один пришел туда, побыл и ушел. И говорит, нет, это на секту, наверное, похоже. Или что-то такое. Потому что бесплатно церковь православная, это же бизнес везде. Она наоборот должна помогать, а не деньги. Он едет наоборот. Он больше говорит, я туда не стал ходить. Что-то, говорит, сомнительно, у православных нету. Я вам скажу. У нас бабушки ездили материалы, там, Евангелие раздавали в электричке. Ну, она дает там материал, там. Вот. Одна бабушка уже все взяла, в сумку положила. Деньги сколько стоят? Она говорит, да мы бесплатно, бесплатно. Она сразу вытащила, забери назад, сектанка. Православные никогда ничего даром не делают. Ишь, скрылась какая. А я тоже, представляете, ходил по городу. Ну, еду там, допустим, смотрю, бабушка сидит. Подхожу к ней и такой, можете видели это? Икона, сейчас я вам покажу это. Раздаю. Да ладно, не надо. Просто мне мне интересно, говорите. Там написано, Иисус Христос, коронность. Это написано, я свет, а вы не ищите меня. Да-да-да, я знаю. И они такие тоже. А сколько стоят? Я говорю, да не бесплатно, а Слово Божье. У них аж это в голове не укладывается. Как это сейчас что-то может быть за бесплатно? Они вот до того уже, вот эту церковь опорочили, что уже по правде люди от нее вот думают, что это там бишь, и все что-то. Да. Но это страшное дело. Так что самое страшное, что даже вот нынешние священники, если я говорю, вот посмотрите, как же так вот будет обычным обливанием крестить. Ну ведь там жирно выделено, погружение им крестить надо. А он, да нет, типа все в порядке. Ну, у меня прям в голове просто не укладывается. Это разбойники, разбойники церковные. Церковь захватили, корабль пираты захватили, я так выражаюсь. И он должен быть извержен, согласно канонам 50-го апостольского правила. Согласен. Да. Если единое погружение извержено, а у него единого даже нету. И обливания нету. Обливание это значит его снять. Надо вот как вы были без одежды полностью. И во имя отца ведро, сына ведро трижды облитые. Это обливание. А это нет. Это просто мокрый, пухленькая ладошка, и он стукнул и отдает деньги. А мозги по стенке. Да. Ужас. Ужас. Так вот я еще, честно говоря, еще год назад где-то пытался с вами связаться. Но тогда что связь не работала. Его часто, слава Богу, получилось. А вы вообще там у вас, получается, старообрядческая церковь? Нет. Мы православные относимся по-прежнему, как и раньше зарегистрированы были, к русской православной зарубежной церкви. Белоэмигрантской. То есть той части, которая ушла в эмиграцию. Но мы приняли со всеми акт о каноническом общении. Так что митрополит Алтайский, Барнаульский, Московского Патриархата приезжают, у нас служат, священники. То есть нас ничто не разделяет. Но мы им не подчиняемся. Да, я помню, даже читал такое письмо, как канадская церковь пишет, итальянская церковь, что типа с московской не связывается. Там они давно продали. Да. Понятно, понятно. Так а у вас там вообще много людей? Нет, немного. Немного. У нас две общины. Мы строим православную деревню еще. Вот община я в городе, сейчас в Барнауле. А на лето в деревне. Вот. Я вам тогда скину в конце, когда поговорим здесь наши данные. И что недавно журнал Патриарши написал о нас. Тут все, температуру изменил последний митрополит. У нас очень хорошие дружеские отношения. Так на него наши враги стали нападать теперь. Свои Патриарши на него. И он говорит, а что это такое? У меня сложилось впечатление, что они вас убить хотят. Я говорю, да. Это киллеры церковные. Зависники. Зависники. О! Наш митрополит Иларион Капралата, зарубежная церковь, приезжал нынче летом и здесь он был. И мой брат Протеерей, отец таким, с ними вместе был. И он говорит ему, у нас хорошие отношения, но Игнатия то-то считает сектантом, то другой ересь. А почему так говорят? Да потому что завидует. А почему завидует? Да потому что ничего не могут сделать, что он делает. Это митрополит митрополиту говорит. Меня, честно говоря, тоже везде выгоняет. Я ему говорю, давайте жить по Евангелию. Что, чтобы, как бы, древности. Да, он с тебя в городе зачем-то приедет. А чем священнику прийти в городе? Перед кем ему красоваться? У него уже жена есть. Все есть. Зачем он? Просто вообще не понимаю. Страха Божия нету, веры нету, рождения свыше, если нету, то плоской человек, прикованный к тебе за кисть, мертвец тащится за тобой. Оторви его. Я умер, и мир для меня умер. Апостол Павел говорит, мы два мертвеца. Я должен растоптать свое Я. Отвергнись с себя, возьми крест, следуй за мною. Все стало на место. У человека два пункта в жизни. Родиться свыше и быть Вадимом Духом Святым. Все, больше ничего ему не надо. Это Духом Святым движимый. Он будет видеть нуждающихся. Он будет спешить. Он будет благовествовать. Он миссионером может стать даже. Хотя миссионер и благовестник, это как небо и земля далеко друг от друга. А в чем правильно? Вот, допустим, проповедовать может любой. Гитлер был хорошей проповедью. Проповедь нацизма. Нацизма. Там, юдофобство. Вот. Керенский хороший был. Ленин неплохой был. Но все это людоедские проповеди. Это проповедники. Свое учение. А благовестник, это благая весть, что я рассказываю о Христе, как Он пришел, как умер за нас, пролил причистую кровь, как основал церковь, как мы находимся в Святой Православной Церкви. Это благовестие. И оно, это благовестие, любому положенное ты обязан говорить. А миссионерство, это избрание, это особая харизма, где требуется, как Златоуст говорит, тысячи талантов. Не один, а тысячи. Ты должен с кем разговаривать, узнать, надо ли говорить, Бог тебе на сердце положит, куда пойти. И твои слова будут иметь особую силу. А они этого не понимают. Думают, вот я сейчас курсы образовали, миссионерские, ну и ходят кучей. По два Господь отправил апостола, по два. Кирилл и Миходи только двое. Павел, когда потерял Варнаву, Варнава избрал себе Марка, это силы взял, опять по двое остались. Они этого не понимают. Миссионеру Бог полагает на сердце. Пойти куда, что сказать. Вот мы проехали, у него книги, я решил каждую библиотеку подарить. Проехали от Владивостока до Лиссабона. Прошли Турцию, Скандинавию, Прибалтику. И везде приходилось выступать, говорить, и полный комплект 38 книг, это 750 евро, оставлять. Вот посчитайте, что пришлось. И Господь позволил все это сделать. А можно это сделать так? Невозможно. У тебя тысячи причин будут. И мы поехали двое. Не считай шофера, шофер это возница. Двое. С нами собака еще была. Не просто собака, а чемпион России по защитной караульной службе. И все это выставлено в интернете. Представьте эту поездку. Это даже вообразить нельзя. Ну так вот представьте, там и Благовещен, Хабаровск, там 6 мусульманских республик, Турцию с той стороны обошли. Это невозможно сказать. В доме мулы ночевали, молились вместе, свидетельствовали. Это все выставлено в интернете на нашем видеоканале. Ну, 5800 роликов. Вот мы строим деревню. Разрушено, уничтожено 21 тысяча деревень. Но ни одной такой нету, чтобы она начала восстанавливаться на православных, старинных обычаях православных. Первым делом храм построили. Она одна, единственная наша такая община, церковь на всю Российскую Федерацию. А скажите, а как правильно к себе-то относиться? К каким способам? К себе нужно относиться так, как Павел говорит. Смиряю и порабощаю тело мое. Тело, вот это вот. Дабы проповеды другим самому не оказаться недостойным. Не давай себе пощады. Если священник не хочет над тобой трудиться, не накладывает эпитемью, вот ты напился, на 2 года ты отлучен. Жена сделала аборт там где-то. Ты 10 лет должен стоять за дверями. 10 лет. Правило Василия Великого Второе. А не так, что эпитемья тебе, ну там 40 поклонов до среды, а в четверг причащайся. Это обман. Каноны никто не отменял. Второй канон, второй, 6-го Вселенского Собора говорит, из сие изрекли трубы Духа Святого. Ну а вот скажите, выпивать, допустим, это ведь не эпитемьянство, что иногда вместо употребляем не в зависимости от пива. Вопрос, зачем? Зачем? Ну вот скажу честно, для того, чтобы лучше понять жизнь. Ну я вам объясняю. 2,5 миллиарда мусульман в 1300 лет не выпили нисколько. Обошлись? Какие они крепкие, здоровые, сколько их много, какие они смелые. Я сейчас закончу мысль. Понимаете? Человек ты маленько выпил, маленько ума отнял. Больше выпил, больше. Что такое пьянство? Добровольное сумасшествие. Пьяницы царствия Божия не наследуют. Эту грань ты не заметишь, как перейдешь. Зачем? Тем более соблазн. Павел говорит, не буду есть мясо, пить вина, дабы не подать соблазн. Если бы Павел себе такие давал рамки, то почему я должен думать, что у меня широкие врата? Широкие врата ведут в ад. Узкий путь царства небесного. А церковь вроде благословляет стакан вина в день? Разрешается, скажите, разрешается. Разрешается, это не повелевается. Вот в армии я обязан служить. А обязан, закон говорит, обязан. А дальше там уже альтернативная основа, без оружия, без присяги можно. Но голосовать дается право, я не обязан. Я не пошел голосовать, меня никто не тронет. А в армию не пошел, меня тронут. Вот тут надо разбираться. Нам разрешено православным вино по уставу где? И мы показали это. Но лучше не подать соблазна. Я вот был в синоде. Сидит митрополит, епископы. Они обо мне много слышали. Ну и говорят, вот вы вино считаете за грех. Я говорю, нет, не за грех. А налили стакан, выпейте. Докажите. Я говорю, ну я не пью. Сделайте, пожалуйста. Я взял стакан, выпил. Да у меня жена, я говорю, квас готовит крепче. Посмеялись. Говорят, больше не пейте. У нас своих попов пьяница хватает. Они меня заставили выпить. Я доказал им, что если это грех, я разве буду делать грех? Это не грех. Не грех. Но это не полезно. А вот скажите, вы поставили в пример мусульман. Так они ведь, ну, допустим, он не пьет. Но он зато в гордости, что я такой орел гордый. Что ты мне сказал, что два зареза. Вот он с одной страстью заменил другие. Давайте не будем другие. То, что есть, возьмем. Это неправильный подход. А если нет, а он вот тот, то есть он все равно хуже меня. Он не хуже нас. Это говорит не кто-то, а священник. Правая рука, можно сказать, патриарха Кирилла, Дмитрий Смирнов. Вот бабушка, он стоит в храме московском там и говорит проповедь. Подходит ко мне одна бабушка, сейчас говорит, и такой вопрос задаст. Говорит, другой раз не знает, что ответить. И говорит, батюшка, вот скажите, вот я еду в храм. Поднимаю руку там, ей ехать там, где автобуса нету. Свернуть надо. Останавливается мусульманин за рулем. Он меня довезет, я деньги даю, никогда не возьмет. Мать, ты же мать, да едешь Богу молиться. Да разве можно брать-то? Наш, говорит, ведет русский, обязательно возьмет. Это моя работа. Он говорит, а ты бы довез ее. Да мало того, он знал на базаре, что купить. Купил, да на этаже занес бы. Поэтому мусульмане ближе ко Христу, чем наши православные. Но он не добавил, что такими ты их сделал, поп. Вот он попадет в плен этот, который берет деньги там. Его научат делать намаз, совершать намаз пять раз в день. Вот и все. Они не работают над народом, они их не знают. Я с мусульманами занимался. И я скажу, что это прекрасные люди, удивительные люди, талантливые религиозно, по-своему. У меня один том, а у меня каждая книга 752 страницы. Это том. 752. Я разбираю весь Коран по сурам и аятам. Это главы стихи. В сравнении с Библией. Сура Аята говорит так, я нахожу отклик и показываю, насколько у нас все выше. И что о них говорено было 1300 лет. Это все там вместе взято. Какие писатели, политические деятели, религиозные, что об них говорили. Все там помещено. Так они ведь Христа не признают. Не признают они Христа. Они не признают. Они признают Иисуса. Иса. Ну а по описанию он совсем не такой, как наш. То есть это другой персонаж. Это не наш. Так а без его жертвы ведь не удостоится. Я не говорю о спасении. Ну как он может быть хорошим человеком, если вот этот сердцеведец Христос не меняет его сердце? Ну давайте так поговорим. Вот смотрите. Я нахожусь в Ленинграде. В прошлые годы. Я нахожусь среди мул. Мулы. Это как наши священники. Некоторые вернулись недавно с Йемена, Медины. Там где они у себя там были. Поклонялись. Щетки в руках. Я говорю, а вот какой процент девственности у вас сохраняется до бракососчитания? Они говорят, а что это такое? Ну, чтобы она была натуральная, не надкушенная яблоко. Они говорят, сто процентов. Как сто? Да так у нас в восьмом классе уже трудно найти. Возьмем доброе. Доброе. Можно это взять? В эту нашу русскую расу просто вот три поколения вырезали из нас. Поэтому и мы такие сейчас выросли, что нас не воспитывали в православии. И поэтому вот я сам вырос. Ну, думал раньше, какая разница? Типа все, а потом сколько? Потому что вот в 2012 году я увидел, что все вероисповедания в вас ведут за колокол. Значит, виновата советская власть. Христос не сказал, что власть будет виновата. Он говорит, идите и будете как овцы среди волков. Посылаю вас. Вы думаете, обстановка была лучше при Нероне, когда указ Деклетиана вышел, встречаешь христианина, убивай на месте. В суд не надо вести. Сегодня этого нет. Я не говорю, что мне сейчас очень трудно, что у меня в голове нет этого понимания, что вот Иисус Христос по правде умер за меня, что мне даже стыдно бывает перед народом и начать молитву читать, что вот это очень глубоко сидит. Нет, это когда мертвый человек сидит. Когда человек обращается к Богу, у него все по-другому. Я считаю и вижу, вот он обратился. И что препятствует креститься, я вновь говорю, вот вода. Веришь? Веруй в Иисуса Христа, распятого за меня. Все оба в воде. И дальше мы считаем, как Георгий Победоносец обратился. Какие муки терпели. И никто... Так они жили в языческом. Варвара Великомученица. Отец-то у ней какой был? Диаскор. Он ее душил, и она убегала от него. Он предал ее казни, и она не отступила. А мы вот, я не могу, мы себе лживые подпорки гнилые делаем. Нет. То есть, я хочу, но сердце мое... Ну, вам-то я понимаю, но сердце мое далеко от Бога. Видите, если бы мы разговаривали с вами, находясь в разные эпохи. Я в советское время был, это более трудное время было. И когда я обратился, в это время я работал на корабле, а служил в морфлоте. И учился в высшем мореходном училище. Но меня Бог поймал на том крючок. Я с детства знал, что Бог есть. Грешить нельзя. Меня Бог спас от этого. Я ни одного матерного слова не сказал. Женщин не знал. Я боялся греха. Боялся греха. И вот теперь я ищу волю Божию познать. Я ее не знаю. И в этот день мне в руки дали Евангелие. Я в этот день, 27 сентября 1962 года, в 17.00 покаялся. Умер за меня Христос. Мне этого никто не сказал. И вот теперь лоцманский катерок подвозит меня к кораблю. Я был на суше. Я только через фальшборд перешагнул. И первому матросу стал сразу говорить. Живем неправильно. Христос умер за нас. Я не могу молчать. Иеремия говорит, я хотел, я усиливался. Но внутри меня, в костях моих, как огонь был разлитый. Что Дух Святой коснулся. А когда вот это, я не могу, да что подумать, это Дух Божий еще не касался. Дух Божий, если взял тебя в руки, для тебя уже нет ничего. Один Христос. Павел говорит, для меня жизнь Христос, а смерть это приобретение. Я понимаю, но у меня это, посмотрите, какая ситуация. Получается, вы не впустили вот так сильно греха, а я, получается, грешник номер один был. И сейчас я пытаюсь эту чернь из себя вытащить, а она прям очень неудобно вытаскивается. И я, конечно... Сколько людей вы убили? По-настоящему? По-настоящему, чтобы лишить жизни, горло перерезать, камнями побить. А сколько, слава Богу? А сколько Савл побил, Савл? И как он возгорелся, когда шел в Дамаск? Так он сам Христос явился. Вот хороший ответ. А это, значит, не явился. Ничего там и нету. Начните сначала. Когда Господь касается, человеку нужно только два условия. Родиться свыше от Духа Святого и быть Вадимом Духом Святым. В Кремленном 8 мая глава 9 стих написано, кто Духа Христова не имеет, тот не Его. Об этом Серафим Саровский сказал. Главная задача стяжания Духа Святого. В этом смысл жизни. Ни в хождении в храм. Ни в воспитании каким-то. Я знаю. Ну, а как определить, кто стяжает, а кто не стяжает благодатью Духа? Я сказал, следующая тема нашего разговора будет стяжание Духа Святого. И иду домой с племянником. Он говорит, а это кто мне должен сказать, имея или нет. Или я сам должен знать. Ты сам должен знать. Господь говорит, вы город на вершине горы. Он не может укрыться. На тебя все будут показывать пальцем. Вот у меня прекрасная характеристика. Я член судового комитета. Я добился сдать за один год три курса сдать. Три курса по выбору комиссии на английском, немецком или французском. Но когда меня Господь коснулся, я понял, это прах. Я в один день все отмел. В один день и сразу. Почему? Меня Господь избрал теперь. Я понял. Я живу не для себя. А я сильный, здоровый, крепкий. Ну, в морфлоте служил. Что тут? Понятно. По всем параметрам у меня ничего не болит. Друзья, деньги. Мне не надо ничего. Мне нужен Господь. И я его встретил. Вот так надо рассуждать. Или обращенный или нет. Обращенный, я сразу перехожу на другую сторону. Смотрите. Я сейчас добавлю еще. Был такой раб Божий Моисей. Его усыновила дочь фараона. У него все. Его лодка переполнена золотом, драгоценностями, красивыми женщинами. Но мимо проплывает на доске позорище Израиля. И он бросился туда и ухватился. Пойду с народом моим. У него все было. И он все оставил. Все. И он предпочел место наслаждения, не иметь временное греховное наслаждение. Но предпочел страдать с народом Божьим. Вы сказали, что у вас хорошая характеристика. А вот меня все считают негодяем. Все меня... Хорошо. Но когда я обратился, что интересно. У меня книга есть такая для слова Божия нет уз. И там моя как бы биография. И что писали о нас, о деревне. Я начальник детского лагеря. Он один такой лагерь в России был. 45 лет я начальник детского лагеря. Книга из одних документов состоит. Но на завтра, когда я обратился, мне характеристику дали самую плохую. Я авторитетом не пользуюсь. А до этого пользуется авторитетом. Член судового комитета. А тут все. Утонул в религиозном болоте. Сразу характеристика за одну ночь моя изменилась. Ну и хорошо. Я любил море. Но я все оставил. Сошел на сушу. Я профессиональный строитель. Пошел на самую низкую работу. С отбойным молотком работать. Для меня все было в радость. Я даже не знал, обедал я сегодня или нет. И уже на четвертый месяц, четыре месяца неполных, я уже проповедовал за кафедрой. Это вы причащались в это время? В этот самый момент не причащался. То есть без причастия вас Бога? Да. Это я был в какой церкви? Мы еще ничего не знали этого. Я только по Евангелию пришел к Богу, покаялся перед Богом. А далее я стал искать. Это где я был в доме, это пятидесятники с баптистами. Я ни одного дня не был баптистом. Нет. Сегодня я получил Евангелие, ушел на корабль и все на этом. Но я стал рассуждать. Одни понимают так, другие так. Библия одна. А где истина? Я пошел самым простым путем. На столе лежит скатерка, клеенка, клеточками. Я понял, каждая клеточка – это год. Надо узнать, Христос обещал во все дни до скончания века, и до скончания во все дни, во вторник, в следующий тверг. Сегодня нельзя узнать. Когда я обратился, в это время было, допустим, так, шестьсот пятьдесят разных течений. Их называют динаминацией, конфессией. Это все ересь. Одним словом надо звать. Нет таких названий – динаминация, конфессия. Ересь. Я понял, что Христос здесь где-то, но где шестьсот. Я решил идти туда обратным порядком. Я дохожу в 1900 год. Всего сто тридцать было. Но сто тридцать? Я не могу по всем ходить. Я иду к пятому веку, к четвертому, и, наконец, захожу, когда одна. Вот мне теперь надо найти это толкование, как понимать Евангелие, когда церковь была одна, ариан не было, баптистов не было, лютеран не было. И я нашел это. Я понял, если тут нету, то его нигде Христа не было. Он не Христос был, а обманщик. Он говорит, я с вами во все дни до скончания века. Матфея, 28 глава, 19 стих. И я понял, я нашел истину. Истину православия. Ян Златоуст истолковал так. Василий Великий, Григорий Богослов. И с первого века. Игнатий Богоносец, Иринея Леонский. Я по порядку пошел все. И всех нашел. И считая их толкование, я увидел, противоречия в Библии нет. А у сектантов один стих противоречит другому. И я тогда стал изучать миссионерскую работу. Как отвечать. Но это еще не миссия. Миссия тогда, когда Дух Святой полностью тебя охватит. Ты погрузишься в благодати Духа Святого. И Он будет тебе показывать, где говорить. Где сказать. Где молчать. Что сказать. Какую тему избрать. Какой стих человеку открыть. Он откроет. Мне кажется. Вы до конца все таки не понимаете. Какой же я все таки падший человек. И вообще как бы. Ну и какая. Какой мне мимик. Тут пора. У меня вот и некоторые священники не приключают. Говорят. Ты типа это. Ну зачем ты навидел. Типа на нас. Типа у министров. Говорят. Ну а что вы так все ведете. Они кому-то обижаются. И не защищают. Ну я не знаю. Я конкретно о вас еще не могу сказать. Но вы знаете. Вы признайте так. Что священники правы. Вот самая конструктивная программа у вас будет. Они вас гонят не за проповедь. Не за святую жизнь. Вот они на меня нападают. У меня много врагов. Много. Но. Они не могут указать. Что я там блудник. Или я там табакур. Или я пьяница. Они этого не могут сказать. Они. Как бы они ко мне не относились. С ненавистью. Но этого сказать ни один не может. Ни один. Они начинают что-то придумывать. Я знаю. Они говорят о ком-то о другом. Не обо мне. За мной ничего этого нет. Но этим я не оправдываюсь. Я грешный человек. А нет ведь такой заповеди. Не пей. Вот тебе заповедь. Не воруй. Не ври. А сейчас в нынешнем мире вся пища на химии выращена. А вы посты соблюдаете православное? Ну как бы. Я вообще как бы. Круглосуточно стараюсь. Помало есть. Нет. Нет. Не об этом. Православный календарь. Там указано. Когда мясо есть можно. Когда только молочное. А когда только растительное масло. А когда ничего этого нельзя. То есть. Сейчас я даже хлеб безрожневой не могу найти. А вы ищите. В себе ищите. Возьмите зеркало. Вот когда человек хочет узнать себя. Он должен читать Святую Библию каждый день. Вот смотрите. Вот это вот. Как называется? Щетки. Щетки. Сто. Вот. Давид говорит. Сто восемнадцатый Псалом. Сто шестьдесят четвертый стих. Семикратно в день прославляю тебя. Это значит. Три святое прочитаю. И сто поклонов. И семь раз в день. И у вас совсем по-другому будет мышление. Мозги начнутся выправляться. И все время. Все время помни. Что тебя Господь давно зовет. Стучиться в дверь. И все стою в дверь и стучу. И кто откроет. Войду к нему. И буду вечерять с ним. И он со мною. Это откровение. Третья глава двадцатый стих. Если вы так будете делать. У вас. Заметите сами. И друзья заметят. Что с тобой делается? Повторите. Как вас звать? Яков. 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 Джеймс. Яков. Вы знаете что означает? В переводе на русский язык. Идущий по пятам? Или нет? Дающий подножку. Обманщик. Да? Да. Это вот как раз олицетворение меня. Вот. Вот. Ну, ну. Вы опровергните тогда, что не так. Я. А вот в том ты и делал. Я больше чем уверен. Что когда вы видите мои ролики на ютубе. Вы скажете. Вот типа вообще. Ну. Грешник. Типа неправильно. Что делать. Ну. А меня совесть меня за это не обучает. Я когда кого-то обижу. Меня тут же это. Совесть мне говорит сам, что я неправильно сказал. Но за это видео. Так, Яков. Если вы хотите спасти свою душу. Хотите спасти. Припадите к Богу. Я сейчас закончу. Возьмите календарь православный. Если вы не хотите где-то быть там за пределами церкви. Там много разных еретиков. Я хочу спасаться в православной церкви. Она святая и непорочная. А она идет с 30-го года, с 33-го, когда Христос умер. Которые люди ранее идут 1517-й. Баптисты 1609-й. Мы идем прямо от апостолов. Это я знаю, что только православные. Да. И здесь, здесь уже никакой игры. Я православный. Посмотри, когда посты идут. Строго себя поставь на это. Нигде не нарушай. В храм ходи неукоснительно. Вот тебя на этом поймал враг. Там выпить маленько можно. С сегодняшнего дня скажи, я знаю разрешено вино. Не водку. Это секера. Не пиво. Но в рот ни грамма алкоголя не возьму. Вот в этом положении проживите год. Один год. И вы увидите. Вы будете другой. Уже другой. Молитесь, если есть возможность, в семикратном день. Ночью установите, чтобы ночью была молитва. Выпросите у Бога слезный дар. Если я умру, я буду в гиене гореть. Я не хочу там быть. Ян Златоуст говорит о гиене рассуждайте день и ночь, чтобы не попасть туда. А если ты знаешь, что там есть гиена, какое вино тебе? Ты воды досыта пить не будешь. Мы странники пришельцы на этой земле. Так а если сердце холодное и твердое, то разве меня еда поменяет моё сердце? Понимаете, какое дело? Вот Ян Златоуст говорит так. Если враг голоден, накорми его. Он жаждет, напой его. Делая сие, ты соберешь ему горящие угли на голову. Так вот, ты врага не любишь. Ты делай добро. Для чего? Чтобы ему больше углей на голову было. Пока так делай. А потом ты привыкнешь, уже про угли забудешь и полюбишь его. А кто враги-то? Ну и дьявол ведь не люди. То, что эти завистники, ну и только посочувствовать можно. Настоящих врагов только три. Вот, запомните это. Первый враг, самый для нас невыносимый. В зеркало посмотри, подойди. Второй враг дьявол, избави нас от лукавого. И третий этот мир, не любите мира, что мирское, музыка там, эти все телевизоры, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. И таких людей Бог называет проститутками. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Дружба с миром есть вражда против Бога. Послание Якова 4 глава 4 стих. Я дружить с миром, я могу выпивать с товарищами, говорить там, ругаться, обниматься. А против Бога, да я что пойду-то, я православный. А это одно и то же. Кто любит мир, в том нет любви отчей, Яков говорит. Яков говорит, дружить с миром это вражда против Бога, это равнозначно. Я над Богом насмехаюсь. А то есть, к себе отношение к миру это две разные вещи, да? Так это всё. Два мертвеца. Павел говорит, не любите мир, а не того, что в мире. Это Яков говорит, это Иоанн говорит. А Павел говорит, я умер для мира, а мир для меня. Мирское всё чуждо. Никакие пирушки, никакие дни рождения вы справлять не будете. Верующие понимают, это запредельно далеко. И вы где бы ни были, вы даже слова не будете говорить. Вот я когда сидел, меня за слово Божие садили, я в пяти тюрьмах был, в лагерь отбывал. Я в 86-м, а потом вышло помилование от Горбачёва. Нас 210 политзаключённых, нас по политической статье вели. Но я вот к чему говорю. Я что-то сказал. Вот захожу в камеру. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мир вам! А там не видать в дыму. Камера, допустим, на 25 человек, а там 75. По переменам на шконках лежат. Сразу один подошёл, а кто вы будете? Я такой, это откуда? Я из такого-то места, этапом иду. Так, вы хотите где тут быть? Я говорю, да мне где бы табака меньше, табака меньше. Он подошёл, а там по три человека на нижнюю где. Тут, кажется, дует маленько, да. Ну-ка, долой. А ты наверху тоже куришь? Тоже. Мон, нельзя шконки одному сразу отдали. А я начинаю свидетельствовать. И вот я молюсь, ночью встал. Я не оборачиваюсь. Я спросил вот это между косяками и шконкой, вот прям рядом. Вот такое место встать только. Я вам не помешаю, я обращаю. Да нет, отец, молись ты, да. А другой, да, тут все по-своему с ума сходят. Я утром, когда, утро пришло, я всегда вставал ровно в четыре, без часов. Лампочка горит всё время, меня ангел будил. А мне говорят, вот вчера, говорит, ночью вы молились, на коленях были. С вами вместе ещё семь человек сзади становились. А я никого не видел и не знаю. А можно мы с вами молиться будем? Я ещё ничего там не сделал. А камера... А? Слухали про себя молиться? Я про себя молился. Я ни одного слова не произносил. Я кланялся, крестился, но до этого я успел сказать о Христе вечером. Вы хотите услышать? Да. Теперь, каждый день, с восьми до десяти, у нас будут уроки Божьи идти. Вся камера замирает. Ни один не закурит, за этим следят. Нашлез три человека, которые не курят. Они моют руки, я им даю Евангелие, Новый Завет. Они считают, я растолковый. Охранники открывают камеру, с двух этажей собираются, стоят у дверей слушают. А что это миссия? Миссия? Это не... Я разговаривал со священниками, Глеб Якунин, другие, там Саша Огородников сидел. Ну, я знаю, кто там были в тюрьмах-то. А у кого так было, ни у кого так не было. Не было просто... А вы рукоположен священник или вы православный священник? Что? Вы рукоположен священник? Я не священник, я чтец. То есть, эфрейтор. А эфрейтор был Шикель Грубер. Ну, то есть, вы просто, ну, рукоположен... Я просто... Просто... Меня сватали... Я давно епископом был. Меня везде сватали епископы, чтобы я рукоположился. Я молюсь и вижу, это не мое дело. У меня митрополитом сидят епископы. И когда я все рассказал, он подумал и говорит, да, наверное, так. Кое-что вы потеряете. Кое-где вам вход закроют. Я простой человек в простой одежде. А я проповедую там и губернаторы, и академики, и там лауреаты Нобелевской премии сидят, меня призывают выступить. Это Бог делает. Бог. Человек на себя это не возьмет. А почему? Благодать Божия. Я хвалюсь моим Господом. И думаю, по-другому нельзя никак. Всем умом, всем сердцем, всей душой, всей крепостью возлюбить Бога. Я делаю ради моего любимого Иисуса это. Я вот вам признаюсь, честно говоря, я тоже хожу по всяким благополучным местам, пивну, что тоже проповедую. И тоже как бы у людей сердца меняется. А вот мне прям сильно, ничего меня так сильно, у меня ангел в душе не повезет, как изгонять дьявого человека. У меня прям душа к этому лежит. И вот я просто не знаю, как это. Ну, вы с маленького начните. Измените у себя эту надпись. King of Kings уберите. Уберите его, не позорьтесь. Это я вам просто очень-очень советую. Уберите. Вы можете написать сильное слово сильное. С грешник из грешников. То есть, допустим, если я, допустим, подписался не Мамон, а Мо-Мон тоже грешник. Нет, не надо. Напишите ваше имя, Яков, как есть. Вот как у меня видите, Игнатий Лапкин. Нет, то есть смотрите, у меня в ВКонтакте было 4 страницы. 3 из них за сатанисты взломали, потому что я там в чатах проповедовал. И сейчас я страницу создал под именем Яков Мо-Мон. Не Мамон, а Мо-Мон. Ну, я не знаю. Я говорю, что у меня было взламывали мусульманин. Пакости делал. Но тут же мусульманка одна вышла на него. И она как прописочила по-своему его. И все, он изменился, ключ положил. И шипр не изменил. Он сразу ушел. Знаете, кстати, по поводу мусульманов. Я в армии тоже был, там с ними тесно сталкивался. И вот он пока один, он добрый. А они собираются, у них какой-то племенной эффект, а у них гордость начинает сильно заняться. Понимаете, это реакция на то, как по отношению к ним относятся. У нас были мусульмане. Я служил в морфлоте, а потом в ракетных войсках. И вот они таджики были, узбеки. Я сразу же начал изучать узбекский и туркменский язык. Так мы с ними сроднились, и я не знаю как. Они, моя твоя не понимай. Работать лопатой в снег кидать, моя твоя не понимай. Его лопатой по башке. Я им рассказываю, как надо, как вести себя. У меня не было врагов у мусульман. Вот мой дед, он жил в поселок Карповский, Тюменский корон Алтайского края. И через их деревню проезжали зачем-то там покупали казахи из Казахстана. А заезжали к нему, как заезжий двор. Он кормил и поил их. Но вот он поехал куда-то. Он не знал даже аула их. И попал на их аул, и его узнали, как они загорготали. Они его с телеги стащили и на руках через весь аул пронесли. Показать. Это тот человек, про которого мы рассказывали. Это русский. Русский, который... Он нас не гонит. Они все вместе. Почему они не сделали с такой кодлой, чтобы броситься? Потому что ответная любовь. Я вот писал письмо Путину в прошлом году. И патриарху, чтобы мне дали коридор в Турцию. Пройти к ИГИЛу. Все понимают, оттуда не возвращаются. Я об этом не думаю. А что вы будете делать? Ракеты ловить головой своей. На самый смертельный участок, где бомбят русские их, я попросился бы туда с ними быть. А зачем? У меня своя программа. Ну, зачем? Вот. Вы сами ответьте. Я уже готовый сказал вам. Все. Дальше думайте. А зачем? Вы думали, что ИГИЛовцы бы стали сушать вас на кресте? Видите, я буду рассказывать. Скажешь, а он хвалится. А за мной следят. Следят. Вот смотрите. Я приезжаю в Баку. Азербайджан. Мусульмане. Знакомая наша, прекрасная женщина. Жена Мулы. Она приводит нас к мечети. А сама в сторонку. Нам тут нельзя дальше. Меня передала одному. А теперь надо зайти. Я снимаю. Я снимаю. У меня на носках дырка на дырке. Мы в дороге едем. Да я вообще такой из заплат состою один. Ну, я-то развулся босиком. Зашел посредине. Они вокруг сидят. У них промежуток между молениями был. Между намазами. И сидят так. Тут подбрито. А тут бородки у них. Мальчишки с ними. Ни одной девочки нету. И вокруг. Как они на меня посмотрели. Я встал посредине и начал кланяться и молиться. Последний поклон я сделал и замер. Я слышу, что они подошли. Когда я встал, вокруг меня тесным кольцом. Кольца три, может, стояло их. Какие взгляды. Ну, ваххабиты настоящие. Да. И на меня немало не подеяться. Но когда мы расстались, по плечу хлопают, руки протягивают, улыбаются. То есть, когда они вас окружили, они вам что сказали? Ничего не сказали. Один только сказал, а кто вы будете, откуда пришли. Он открыл мне дорогу говорить, и я им начал говорить. Вот мы находимся в Махачкале, Дагестан. Проходим. Стрелка по лестнице в библиотеку. Книги подарить. И написано, комната для намаза. Ну, у них мужчина, в библиотекаре мужчины. Мы поговорили, сфотографировались. У нас все это заснято. Ролик стоит такой. Мы говорим, а тут можно в комнате помолиться? Он говорит, разговора нет. Он трубку сразу. Так, открыли. Мы идем, уже дверь открыта. Мы разулись, как у них положено. Зашли и стали молиться. Святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные помилу нас. Один снимал, а трое или нас четверо было. Мы молились там. Мы благословляли Бога нашего. Попросили мира на Дагестан. А у них как раз там этот Саид был. Потом это обнаружат его. Пожизненный срок дадут. Тревожная обстановка была. Нам дверь открыта. И нам никто не помешал там молиться. И мы молились по-нашему, по-православному. Когда говорит Премудрый Соломон, когда пути человека угодны Господу, он и врагов его примиряет с ним. Я испытал действие этого стиха. Да, врагов примиряет с ним. Понимаете? Вот я приезжаю. То есть ты ходишь и они тоже располагают. Вот понимаете, я приехал в Грузию. У меня там знакомый. Он в моем доме обратился. Еврей. Еврея привезли. Он стал священником. Отец Наум Израилевич. Мой крестник. Еврей. Одна встреча. Полтора часа. И он теперь покинул. Все. Да мало того. Протокол эселонских мудрецов еще распространять начал. Теперь. Он подошел там и сказал в баптистской церкви. Там Гога у них. Преститель. Они сразу мне сказали. Веди собрание. Мы сейчас объявим только. И вы все собрание ведите сами. Представьте. Он сказал. Православный к нам приехал. Знающий Писание. Только я закончил. Сошел. Согнулся. Один подходит, чтобы не мешать. Дагестанский. Вы на наше собрание останьтесь. Проведите нам собрание. Я только ушел туда. Там еще один, кажется, на русском языке. В этот день я говорил 8 часов у них. И все знают, что я православный. А они баптисты. Бог открывает все двери. Вышибает просто. А скажите. А из-за чего можно судорогу сводить? Отпустим. Хочу подойти к священнику. Попросите. Меня прям как правительство. Судороги сводят. А я подхожу к священнику. Мне всегда радостно. Я к любому священнику. Даже он не такой как будто. Он даже против меня. А мне нужды нету. Я отойду. Может быть не такой. Он меня согнет. Все. Но я подхожу и всегда улыбаюсь. Ему радуюсь. Подойду. Батюшка, благословите. У меня странно. Как будто энергия дополнительная какая-то есть. Он благословенный Богом. От него особая благодать исходит. Я не могу себя плохо при нем чувствовать. К нам приезжает митрополит. Представьте там. Ой-ой-ой. А у нас чистота. Он так руки обнимет. Подходит. Меня целует. И во время службы причащает меня митрополит патриарший. И говорит Игнатий. Скажите проповедь в храме. Представьте. Вот вы найдите в России. Чтобы мирянина. Ну я чтец. Это почти мирянин. Но не мирянин. Вот. Чтобы митрополит просил при нем говорить проповедь. Назовите. Если знаете. А что это благодать. Это благодать. Нет. Но по вам это конечно видно. Что вы ведомы с этим вкусом. Я не знаю. Вы сами решите. У вас мрачный вид. Если вы думаете. Почему. Вы перед Богом откройтесь. Молитесь и плачьте. Объяви пост. Не пей ни ешь дня три. Ни грамма воды. Ни крошки хлеба. Молись. И ты увидишь. Как у тебя лицо начнет меняться. Вот. Когда. Была такая. Женщина. Красавица. Самарянка. Ее звали Евдокия. А через стенку гостиница была. И там. Ночевал. Монах один. Герман. И он ночью считал. О страшном суде. Там все говорил. Она слышала. А он то не знал что слышит. И она служанку послала. И говорит. Узнай кто там был. И призови его сюда. Он пришел. А кто ты будешь. Я самарянка. А какому ты Богу веришь. Она ничего не знает. И ты о суде Божьем не знаешь. Нет. Он стал говорить. И она обратилась. Он миссионер был. Видно. Далее. Он говорит. Неделю. Не пей. Не ешь. И тебе дверь откроется небесная. И ангел явился. В конце поста явился. И она будет мученицей. Все наши дуняшки. Дуси. Дуньки. Все в честь ее названы. А вот скажите. А вот. Допустим. Есть ли откровенно священник к нему. Экомандист. Все равно тоже к нему прям свою улыбку. Если бы папишка благословит. Конечно. Но у меня таких нет священников. Пока. К которым бы я не подошел. Знаю. Говорят. Вот есть там такие. Гомосексуалисты. Содомиты. То другое. Я не знаю. Это слова. Я беседую с ним. Я потом посмотрю. Но. Он служит. Его архиере не запретил. И я подойду искренне. Поцелую ему руку благословляющую. А если он против меня благословлять не будет. Я спрошу батюшка. А почему вы меня не благословили. И он увидит мою простоту. И потом приедет там сам в Потеряевку. Он приедет потом. А до этого выступил и говорит. У нас люди появились с бородами. С поясами. Это как американские шпионы. Они продали зарубежным. Это он говорит. А нам передают. А потом он приезжает с архиереем. И теперь на фотографии мы с ним вместе. С этим отцом Александром. Никогда не считай что он враг. Он враг. У меня врагов нету вообще. А почему нету? Есть враги и поносят. А они враги только по названию. Я за них молюсь. И поэтому они не враги. Так враги только вот. Без теста наши враги. Люди-то... Вот я вам сказал. Три врага настоящие. А это он может покаяться. Бывают иные такие. Иные такие. Что говорят. А может он покаяться? Я говорю. У меня веры в это нет. Он видимо перешел грань. Где похулил Духа Святого. И если я узнаю. Что то и то делает. Точно абсолютно. Я уже тогда не подойду. Но у меня пока таких ни одного нигде нет. Во всем мире. А что такое хула на Духа Святого? Хула на Духа Святого. Вот простыми словами буду. Это презрение, ненависть к добру. К добру. Христос исцелил, они говорят, силой князя Бесовского. Речь идет не о Христе, а о силе. То есть речь идет о любви к доброте. А курить тоже греет, да? Это самоубийца. Ни один самоубийца, самоубийца, царствие Божие не наследует. А Николая Второй курил. Ну и он курил, и что это где-то где он? Ну вот и все. Не будем говорить, Николай Второй мученик. И его за папиросы, за эти, с него взыщется. Он курил, да, действительно курил. Это никуда не годится. И никакого объяснения этому нет. Кто-то сказал, ну, чтобы его офицеры не оттолкнули. Он хотел в их компании быть царь, чтобы офицеры не оттолкнули. Ты чего бредишь-то? Это любой князь считал за великое счастье знаться с ним. Какой он был умница. Какой он был кроткий. Это был самый никудышный царь. Он допустил революцию. Но, с религиозной точки зрения, это был лучший царь. Он никого не повесил. Он просто пошел сам на Голгофу. А за ним вся Россия. Петр Первый допустил бы революцию. Так, а Петр Первый, это ведь, ну, там ведь уже Петр Первый был. Он это антихрист. Это антихрист, самый настоящий. Но он допустил бы революцию. Да он бы перевешил всех этих февралистов. Он реформы эти не сам сделал. Петр Первый. Петр Первый всех этих Джугашвили на один сук сдернул бы. Всех Ульяновых. Я к этому не призываю. Иван Грозный не допустил бы. Не допустил. Он бы испепелил их всех. А царь Николай не пошел на это. А ему советовали. А вам Евангелие есть. Вам не надо царей смотреть. Взирайте на начальника совершителя веры. Послание апостола Павла к евреям. Двенадцатая глава. Второй стих. Взирайте на начальника совершителя веры, который претерпел страдания за нас. Вот считай, чтобы слово Божие легло на сердце. И что бы у тебя в жизни не было, ты все проверяешь. Что об этом Дух Святой сказал в Святой Библии? Что Дух Святой хочет для меня сказать из Святой Библии? Давайте, ну, я вам потом сейчас тоже поговорим. Я вам одно видео пришлю. Вы потом посмотрите и напишите мне ваше решение. Нет, можете не присылать. У меня времени абсолютно нет. Я вам скину материалы некоторые и все. Вы тогда занимайтесь. Мне ваши видео ничего нового не дадут. А мне кажется... Не дадут. Я каждый день... Вот вчера я просмотрел 12 роликов только. Не своих. Меня интересует многое. И я конспектирую их. Но я никогда не отзываюсь, чтобы я напал на человека. Там отзывы. Я не делаю комментарии. Вот ко мне обращаются. Ну, скажите хоть слово. И все понимают. Если у нас... Отвечает это модератор администрация. У нас форум. 1592 темы. Мой мир. 18 тысяч наших фотографий. У нас огромные ресурсы. Вконтакте. Фейсбуке. Ну, везде абсолютно. В одноклассниках. Но я нигде не бываю. Там ведут модераторы. Игнатий, понимаете, в чем дело? Просто вот это видео мое, его освещение, когда начинают смотреть, прям трясти начинают. Они его не могут до конца посмотреть. То есть вот это вот... У них и сразу вся чертовщина вылазит. Вы по Библии проверьте сначала. Может вам и не надо. Я просто проверьте. Только по Библии, если ты сам. Я как бы боюсь Бога. Вот так вот. Ну, посмотрите. 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 Вот сейчас мы закончим. Я вам кое-что скину. Материалы наши ресурсы. Последние тут их. Отзывы о нас. И кое-что больше будет открыто. Вы тогда работаете над этими материалами. Смотрите. Там везде поисковики. Что нужно, сразу откроете. Вот у меня сайт. Там 50 книг моим голосом насчитано. 50 книг. Вконтакте есть? А? Вконтакте есть? Нет. Вконтакте я не бываю. Вы зайдите. Я вам скину наши материалы. У меня есть страница вконтактах. И кажется, не одна даже. Есть живой журнал. Фейсбук. Твиттер. У меня везде есть страницы. Но я нигде не бываю. Потому что у меня и времени нету. И модератор работает. Только в скайпе, да, бываете? Как? Только в скайпе. Только в скайпе, да, бываете? Нет. Почему? Я в этом. На нашем видеоканале. На нашем сайте. На нашем форуме. В mail.ru. Это там, где я работаю на своих ресурсах. Я не успеваю отмечать. У меня конкретно. Вот. Я даю материал. Вот 50 книг насчитано. Представьте. Этого нету нигде в интернете. Наши материалы, они уникальны. Моим голосом насчитана Библия. 12 томов Иоанна Златоуста. 12 книг жития святых. Ты, архипелаголог, ты только нажми. Я с вами буду рядом, буду считать вам. Ты можешь дома делать там, починять что-то, строгать. Включи и будешь слушать. Нет, ну я все-таки это, попрошу вас одно вот это видео мое посмотреть, потому что... Ну ладно, скинь, и может я как-то посмотрю. Я не обещаю. Потому что у меня абсолютно нет времени даже обещать. Вы сегодня попали в такой момент, когда я свободен. Ну вот это действительно Божьи промыслив. Ну, я просто по-настоящему, мне там не хватает единомышленных истинных. Ничего, ничего. У вас вопросов больше нет? Нет. Вы начните сегодня, не завтра. Сегодня, конечно. Вот я вам что сказал сейчас, вот я показал. Начинайте поклоны. Поклонами давите дьявола. Он страшно не любит, когда кланяются люди. Точно крестное знамя совершал на лоб, на шрево, правое, левое. Мы молимся так. Или так, как научен, так молимся. Мы молимся так. Ну я тоже так. Мы с детства так приучены. Наши родители были из старой веры, кержаки. Не, а я просто, ну, начал изучать вот это все хорошо, что где истина. И вот все-таки... Ну, это не спасение. В этом спасение нету. Но это моя вера, я в это верю, что он богочеловек и умер за меня на кресте. Это свидетельство. Когда первые христиане молились одним перстом, как Златоуст пишет, одним. А ария появилась, тогда стали тремя молиться. То и другое спасительное. Это уже принято патриархия, равно спасительное называется. Кому-то это не понравится, что я так говорю. Но это его мнение, это мое. Я не настаиваю. У нас молятся в церкви, и так молятся, и так. А как Кирилл и Мефодий на русских вот так принесли? Говорят, чего не добавляют? Кирилл и Мефодий. Кирилл-то и Мефодий, что они принесли? Князь Владимир принес. А Кирилл-то и Мефодий, чего они нам принесли? Азбуку дали. Азбуку. Азбуку. У нас ее не было даже. А уже христианство-то началось. Ну, маленько раньше там отдельные были. Феодор с Иоанном уверовали, там Ольга. Князь Владимир принес. Вот отсюда пошло. А они-то еще за 200 лет до этого. А почему азбуки-то не было? Вроде как они помогали даже некоторые буквы. Да ну какая азбука там? Какие-то книги написаны. Да что-то было там, писали на коре находят-то. Все это вилами по воде написано. Патриарх Кирилл как-то сказал, мы были ли не просто люди второго сорта, а полузвери какие-то. Как напали там эти язычники-родноверы. Безумцы. Он сказал правильно, патриарх Кирилл. Ну с Богом. Помогай Господь. Хорни Господь. Патриарх Кирилл. Патриарх Кирилл. Патриарх Кирилл.